Сегодня мы продолжим говорить о том, как бывшему предпринимателю устроиться на наемную работу, как подготовиться к собеседованию и развеять самые популярные мифы работодателей и HR-менеджеров. Смотрите далее в нашем видео. Карьерные консультанты подтверждают, опыт ведения собственного бизнеса усложняет процесс поиска работы. Работодатели, рассматривая таких кандидатов, сталкиваются со многими страхами и опасениями. Давайте рассмотрим самые распространенные. Первое. Тот, кто попробовал вкус свободы, от идеи создать свой бизнес новую, не откажется. Такой сотрудник ненадежен и в любой момент может уйти. Второе. Экс-бизнесмен украдет идеи для своего проекта, переманит вашу команду и клиентов. Третье. Таким сотрудникам очень сложно управлять. Он не соблюдает корпоративную этику и дисциплину. Обычный экс-бизнесмен на интервью задает вопрос о его мотивах, для чего понадобилось снова идти в найм. Заметим, что этот вопрос является одним из главных и от вашего ответа на него зависит очень много. Важно. Подавайте правильно ваш предпринимательский опыт и делайте оценку на те навыки, которые помогут вам на наемной работе. Например, вы можете подчеркнуть следующие преимущества. Первое. Колоссальный опыт. Рассказывая о нем, оперируйте цифрами и фактами. Это вызовет больше доверия. Второе. Способность самостоятельно решать проблемы. Расскажите, чем вы можете быть полезны и логически это аргументируете. Третье. Наличие предпринимательского мышления. Отметим, что не для всех работодателей это минус. Зачастую на руководящей должности ищут активного человека, способного брать на себя ответственность. Важно. Подробно рассказывайте, какие бизнес-задачи вы решали и каких результатов вы достигли. Стоять делайте акцент на ваших достижениях. Приводите примеры трудных ситуаций, которые вам удалось разрешить. И даже если ваш опыт ведения собственного дела скорее отрицательный, чем положительный, покажите, что вы сделали выводы и проработали ошибки. Зачастую бывшие предприниматели до последнего тянутся поиском работы, испытывая от этого внутренний дискомфорт. Это действительно может ударить по самооценке. Поэтому и свои страхи и установки нужно проработать. Поэтому важно, если говорить о финансовой составляющей, то наемная работа в крупной корпорации зачастую приносит больше доход, чем, собственно, небольшое дело. И, кстати, многие предпочитают работать именно в крупных компаниях, с громкими проектами, большими бюджетами и огромным количеством людей в подчинении. Согласитесь, что не каждый предприниматель может с нуля выстроить подобный бизнес. Согласно информации из проверенных источников, просить свой бизнес и вернуться на наемную работу согласно 21% предпринимателей, при условии, что их заработок не станет меньше. Опрос проводился в 23 регионах России среди 529 собственников бизнеса. Он показал, что наиболее число желающих вернутся в найм среди предпринимателей в сфере торговли и услуг. А вот те, у кого собственное производство, задумываются о нами гораздо реже. Если вы решили вернуться на наемную работу, то прежде всего определитесь в собственную мотивацию. Спросите сами себе, зачем вы хотите вернуться, чего вы ожидаете от этой работы. Советуем вам проработать ваше резюме под каждую конкретную вакансию. Структуруйте ваш опыт и проекты по блокам. Тем самым вы упростите задачу прокуртера и составите о себе приятное первое впечатление. Также обязательно рекомендуем вам проанализировать рынок труда для того, чтобы назвать адекватную желаемую заработную плату. Помните, работодателя одинаково пугает как завышенные, так и заниженные ожидания по заработной плате. Чтобы ваши поиски увенчались успехом, советуем обратить внимание на следующие моменты. Первое. Мультипоиск. Используйте несколько каналов поиска вакансий. Не зацикливайтесь на чем-то одном. Периодически обновляйте резюме. Подписывайтесь на обновления. Просматривайте вакансии на сайтах крупных компаний. Также сообщите знакомым и бывшим коллегам, что вы ищете работу. В общем, воспользуйтесь любой возможностью. Второе. Наличие времени. Даже если ваша финансовая подушка позволяет вам какое-то время безбедно просушивать после закрытия бизнеса, не затягивайтесь с поиском работы. Нужная вакансия может найтись не так быстро, как вы предполагаете. А вот накопленные деньги идут быстро. Третье. Рассматривайте все варианты. Даже декретная ставка может стать постоянной. Точно так же проектная работа на 2-3 месяца. Помните, любой проект – это хорошее возможность показать себя, завести новые знакомства и трудовые отношения. Если вы твердо уверены в своем решении уйти в найм, то мы рекомендуем прежде всего быть готовым к тому, что ваш доход может быть не особо высоким. Если кроме предпринимательского у вас другой опыт отсутствует, потребуется время, чтобы его приобрести, и доказать работодателю, что вы можете быть командным игроком. Также вы должны хорошо разбираться в том направлении, в котором собираетесь работать. Не забывайте, что ваши знания могли устареть, пока у вас был бизнес в другой сфере. Возможно, вам понадобятся дополнительные образования или курсы. Кроме того, не забывайте, что при возврате в найм у вас кардинально поменяются рабочие графики и трудовые взаимоотношения. Чем раньше вы это осознаете, тем будет лучше. Подписывайтесь на наш канал, где вы можете найти массу полезных информаций о кадрах. Будьте с нами, будьте в РосКо.